привет всем пчеловодам и любителям со стажем на дворе солнечный март снега нет всю зиму снега не было ну что же делать вот дима с мартьяновки мне привет тебе напомнил что пора заготавливать черенки вот на пасеке сейчас я пчелки летают вижу жужжат вовсю полетели облетываются пчелки вот в общем сейчас иду нашел одну яблоньку такую смачные яблоки у нее вкусные вот и хочу их немного дерево уже старая погибает вот хочу я себе привить этого верется немного сейчас нарежем прививочного материала вот видим красоту такую возьмем я думаю от этого дерева мне хватит вот и приехал заодно проверить как себя чувствует пчелки посмотреть кто облетывается кто нет с меня облетывается с такой в принципе погодой с ним облетывается помочь им с такой погоды принципе уже не знаю можно ставить им уже поилки а там кто его знает как поведет себя март еще только начало марта вот пчелки летают начало марта что будет потом может мороза ударит но все же наверное все таки на придется поставить водичку срезанные мною черенки вставляю в картофелину чтобы не засохли и уберу их погреб такое чудо-юдо получилось мы поэтому кто еще кто хочет попробовать прививкой заняться самое время заготовить материал картофель сочный обстановка на пасеке проверим привет плюс 10 в тени все пчелки трудятся получается почти стопроцентная зимовка вот это у меня которые на канди сидят непонятно что с ними может им дать сейчас метку вот надо же ехал тут раз и забыл совсем забыл рамку с медом и вот что творится что творится сейчас надо убрать и избежание воровства здесь непонятно как бы это не воровство сейчас сокращу сразу атаки сразу штук пять атаковали опасно без одежды пойду одеваться все это хорошо но лучше одеты мы в общем на первый взгляд все облетываются все все живы все принесли зиму те улья которые в тени так они похуже летают соседка зовет воды почитать пойду воды возьму нет за налью поилки пускай пчелки водичку носят смотрю на фронт работы которые надо провести на пасеке и становится аж плохо как много всего одному придется еще сделать в общем работы непочатый край ладно сейчас решено привести порядок поилки и выставить их на солнышко пускай пчелки летают попивают пока есть возможность погода позволяет в пасеке я использую вот такие вот поилочки мне они очень понравились очень удобные вот такие раз в неделю бывают даже в самую жару хватает пчелкам водички попить может кто-то даже и не использует ну многие не используют я говорю поилки они говорят пчела сама умная найдет где взять водички она в принципе то найдет конечно где взять водички но смысл в том что пока она слетает туда куда то далеко если это как говорится в шаговой доступности пчелка туда обратно наносила сколько им надо воды то есть ускоряет процесс улучшает развитие семьи быстрее все это происходит вот есть у меня поилки конечно китайские на бутылки такие надеваются индивидуальные можно так сказать как они называются вот но они мне не понравились на каждый улей их ставить плюс к тому бутылка должна стеклянная быть поэтому я их использую использую вот такие вот поилочки беглый осмотр семей всех показал значит следующие результаты то что все уже все абсолютно все теплые то есть уже у всех матка начала червить вот под пленочками сидят то есть в принципе нужно уже сократить литки сейчас им нужно тепло сохранять на три пчелки понятно что днем теплее невозможно им чаще вылетать хотелось бы вот пока так видно что поношено немного ну главное что не внутри вот сокращу сейчас у всех леточки все перезимовали что не может не радовать это о чем то есть в этом году я подошел серьезно подготовка подготовка к семье проходила серьезная клеща я хорошенечко обрабатывал закармливал подкармливал пчел сиропом почему сиропом подкармливал потому как мед который они здесь натаскали уже в последнее время осенью почему сироп даем то что если не сироп то закристаллизуется этот мед и пчеле будет очень тяжело засахаривавшийся мед уже закристаллизовавшийся мед распечатывать а тот который они закармливал я осенью сиропом получается они его он остается практически всю зиму в жидком состоянии вот что для пчелы намного удобнее и вот таким образом поэтому мы и на меде многие ну это наверное такие уже профессионалы они зимуют на весеннем меде которое более такое остается он жидким долго то есть они эти рамки медовые с весны откладывают и с ними отправляют их в зиму но я так не делаю мне такой возможности пока нету вот пока нам такой уровень очень любительский вот хорошо если зимы уже не будет то есть март такой не будет морозный то все будет хорошо вот вот она проблемная семья которая поносилась вот одна у нее единственная такая матка начала очень рано червить вот 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 наверное забит у них леток сейчас проверим почему они не вылетают через леток вот возможно очень ну нет не особо забит но пчелы не летают сейчас сократим на пару пчелок вот такая одна семья возможно она потеряла матку но сейчас не полезу смотреть погода не та погода устаканится посмотрим в основном все семьи облетались почистили как могли все бедони вот мы видим подморчик валяются вот все пчелки при сегодняшнем осмотре я максимально старался не вмешиваться с пчелками так сократить литочки проблем только этого проблемных особо нет сократим вот так в общем что можно сказать после пребывания на пасеке после зимовки работы тьма и все это как правило делаю я один плюс еще добавится ко мне должно восемь домиков в общем это будет это будет интересно смотрите мой канал всем всего хорошего пока 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 не пока не